Поздравления из каждых уст. Мужчины готовятся вручить женщинам подарки, а некоторые, как, например, бойцы Росгвардии, уже это сделали. Причем весьма оригинально. Сносить нельзя оставить. В области началась тотальная борьба с объектами, которые не смогут достроить. Как и что снесут в Реутве, расскажем. Прокуратура объявила среди школьников конкурс СМ. Главный приз – каникулы в Артеке. Подробностями поделимся. 3000 квадратных метров, полтысячи детей на занятиях. И это пока приблизительные цифры. В городе построят новый дом культуры, где и когда выяснили корреспонденты РТВ. Волонтеры и курсанты рекрута присоединились к акции с хэштегом «Вам любимые» и поздравили самых главных женщин Реутова. На РТВ новости в студии Анна Егоршина. Здравствуйте. Предпраздничный выпуск начнем с поздравлений. Сегодня без преувеличения все мужчины говорят самые добрые слова прекрасным дамам и дарят десятки миллионов букетов нежных цветов. Одним из первых представительниц прекрасного пола поздравил губернатор области Андрей Воробьев. На торжественном заседании в Доме правительства он пожелал здоровья, солнечных дней и неиссякаемого оптимизма. Чтобы чаще те, кто окружают вас, признавались, говорили, поддерживали, обращали внимание. Хочу пожелать успехов в ваших добрых делах. Хочу пожелать, чтобы те цели, те задачи, которые вы поставили перед собой, вы успешно реализовали. Спасибо вам большое и с праздником. Продолжилась встреча праздничным концертом. На нем свои лучшие песни исполнили звезды эстрады. Не остались в стороне и боевые пловцы Росгвардии. Их поздравление было одним из самых оригинальных. Цветы женщинам они вручили из-под воды. Сделали это водолазы Центра специального назначения «Витязь» во время спецзанятия в Щелково. Спецназовцы погрузились в ледяную прорубь водоема, ну а потом, выныривая из-под воды, боевые пловцы вручили девушкам цветы. Все они наши коллеги, журналисты различных СМИ, которые освещали это событие. К поздравлениям мы еще вернемся, а сейчас переходим к другим темам выпуска. Борьбу с недостроем будут вести на уровне правительства области. Губернатор Андрей Воробьев поручил разработать дорожные карты по ликвидации того, что строили, но достроить никак не могут. Ревизию проведут и в Реутове. Проверка коснется в первую очередь промзоны. В администрации уверены, недостроя в городе нет. Тем не менее, все здания и сооружения посмотрят еще раз. Дата окончания проверки 7 апреля. А я добавлю, что в январе 2018 года на территории Подмосковья вывели порядка 300 недостроенных объектов, которые находятся как в государственной и муниципальной, так и в частной собственности. Первые результаты работы по ликвидации данных объектов ожидаются к началу 2019 года. Кстати, с этого года борьба с недостроями оценивается в региональном рейтинге 50. Школьникам от 10 до 17 лет предлагают принять участие в конкурсе «Юный правозащитник». Главный приз – возможность провести каникулы в лагере «Артек». О старте приема заявок объявила Реутовская прокуратура. Для участия в конкурсе вам понадобится эссе, тема которого «Твори закон на благо общества», характеристика с места учебы, справка о группе здоровья, фотографии, согласие родителей и, конечно, сама заявка на участие. Все документы принимаются до 10 июня в прокуратуру. Адрес улицы Ленина, дом 3. Вы смотрите новости, мы продолжаем. В городском парке на южной стороне построят новый дом культуры. Он займет площадь в 3000 квадратных метров, а заниматься здесь будут почти полтысячи детей в день. Откроются музыкальные классы, будут студии оперного вокала, хореографические залы и многое другое. Работа по согласованию проекта уже проведены. Место для строительства выбрано. Подробности расскажем прямо сейчас. Двухэтажный дом культуры возведут в центральном парке за рестораном «Альпенхоф». На площади в 3000 квадратных метров разместятся десятки классов для игры на музыкальных инструментах, оперного вокала с хорошей акустикой, хореографические залы, театральные подмостки и не только. Свой культурный досуг здесь смогут ежедневно проводить почти полтысячи юных риутовчан. В это здание новопостроенное переедет оперный театр, который у нас находится на улице Южной, так как там очень много детей занимается и не хватает места. На новый театр родители учащихся школы искусств возлагают большие надежды. Места должно хватить не только для классов и залов. Очень важно наличие просторной раздевалки, кафе и поста охраны. То, чего так не хватает старому зданию. Мы, конечно, ждем новой школы, надеемся, что наконец-то нам ее уже предоставят. Потому что количество домов здесь увеличилось, да нельзя. То есть вместо 100 человек посещает 340. В сентябре это еще увеличится, я думаю, до 500 и до 600 учеников. Мы бы очень хотели, чтобы в новом помещении было, безусловно, комфортное помещение для переодевания детей. Желательно какой-нибудь кафетерий, где родители могут комфортно посидеть и подождать своих детей. Тот же кафе было бы хорошим подспорьем для детей, где они могли бы прийти и сделать уроки. При этом попить чай, перекусить и с уроками пойти на занятия. Кроме занятий в новом театре также будут проходить крупные спектакли московских театральных труб под руководством именитых художественных руководителей. Будущий зрительный зал рассчитан на 440 человек. Архитекторами таким образом спланировано это здание, чтобы можно было использовать сцену для демонстрации театральных постановок. Потому что на данный момент в городе нет ни одного учреждения, кроме ведомственного Декамир, которые могут принимать театральные трупы. Строительство оперного театра начнется в мае. Бюджет сформирован. Московская область выделит на него порядка 200 миллионов рублей и еще около 40 миллионов город. А ровно через два года новенький театр распахнет свои двери для всех желающих. Анна Егоршина, Александр Попов, Сергей Сомов, Алексей Золотарев. Для РТВ. А сейчас мы возвращаемся к главной теме дня, причем приятной. Это поздравление с Международным женским днем. Реутовские волонтеры и курсанты военно-патриотического центра «Рекрут» присоединились к акции с хэштегом «Вам любимые». И к теплым словам добавили реальные дела. В Центре социального обслуживания населения, раньше его называли «Клен», прошел праздничный концерт. В нем приняли участие и мужчины, которые здесь проживают. Кстати, без внимания не оставили ветеранов Великой Отечественной войны. Как все прошло, знает Дарья Галакова. Как здорово, что здесь мы сегодня собрались. Этот праздник в Центре социального обслуживания каждый раз ждут с неподдельным восторгом. Именно 8 марта каждая дама получает внимание, заботу и нежность. Вот и сегодня поздравляют всех вместе и каждую в отдельности. В качестве приветствия синхронный марш, а потом стихи. Каждый может догадаться. Антонина влюблена. Ну и что ж, не скоро 20? А на улице весна только звякнет телефон, то не шепчет. Это он! К этому здесь готовились заранее. Мужчины учили красивые строчки, репетировали шуточную сценку. А виновницы торжества сегодня вышли на подиум. На самом настоящем модном показе демонстрировали экстравагантные наряды для предстоящего праздника. Не обошлись и без частушек. Пели их на несколько голосов. Разодру лицо ладошкой, волос уложу седой, а потом вздохну краткой. Лучше быть все ж молодой. Десятки любимых песен исполнили на празднике, проживающие в соццентре. Ну а кульминацией праздника стала в прошлом культовая песня из кинофильма «Карнавальная ночь». И улыбкам, без сомнения, вдруг ознется вашей лад. И хорошее настроение не покинет больше вас. Хорошее настроение и правда не покинуло. Дополнением стали подарки. Их волонтеры и курсанты рекрута вручили в рамках всероссийской акции «Вам любимые». Всем дамам, кто сейчас здесь отдыхает, принесли поделки. Их сделали детсадовцы и школьники младших классов. И, конечно, цветы. Акция проводится не первый год. В том году ее поддержал президент. Акция состоит в том, что волонтеры поздравляют с 8 марта наших любимых женщин. Поэтому акция называется «Вам любимые». Мы привлекли кадетов, курсантов, волонтеров, которые с удовольствием поздравили наших любимых женщин. Не оставили без внимания в предпраздничный день и ветеранов Великой Отечественной войны. В гости, например, к рютовчанке Зинаиде Бажановой пришли волонтеры Победы. Поздравления, подарки и цветы вручили сегодня нескольким десяткам человек. Мы хотим поздравить вас с наступающим днем 8 марта. И пожелать самого-самого лучшего, а самое главное – это здоровье. С наступающим. Вот эти, начало нашего встречи – это моя жизнь. Почему? Потому что я своей жизни не видела вот таких цветов, а я видела только шинели, только кровь раненых. На этом поздравления не заканчиваются. Акция «Вам любимые» пройдет и завтра. Всего в городе поздравят несколько сотен человек. Дарья Галакова, Сергей Сомов для РТВ. И к новостям погоды. Праздничное настроение эта капризная дама нам немного испортит. Самым холодным выходным днем будет пятница в городе до минус 14 днем. 8 и 9 марта будут солнечными, а вот 10 и 11 – пасмурными и очень снежными. Снова будем чистить свои машины и ждать коммунальщиков, которые, как они сами обещают, с момента начала снегопада будут работать в усиленном режиме. Что ж, проверим это в понедельник, когда будем добираться до работы. Таковы были новости среды 7 марта по версии службы информации городского канала. Мы еще раз поздравляем всех дам с праздником, присоединяемся к поздравлениям, а от себя желаем хороших новостей, добра и настоящего женского счастья. Приятных вам выходных и доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова